Привет, дружочки-пирожочки! С вами товарищ Сафронов. Ищу для вас игрушки, всякие приколюшки, зачастую дичь и дико угораем вместе с вами на дни по вашим любимым темам. Или ненавиделым вам тем иногда бывает интересней и забавней. Но все же мы стоим на страже игрушек, поэтому лайк, поддержите меня в борьбе против плохих игрушек, за хорошие, потому что сегодня у меня находочка с неизведанным. А именно шары сюрприз. Пять ночей Фредди, Five Nights at Freddy's. То ли здесь Security Breach, то ли нет, но скорее всего, не знаю, вот такие вот шары на все стороны равны у меня сегодня для вас. А у вас для меня сегодня подписка на мой телеграм-канал, который в описании со всякими эксклюзивчиками. Там прям реально, ну для взрослых только, ребят, конечно, так по секрету никому не говорите, там интересно очень. Ну ладно, короче, это не просто Пять ночей с Фредди. Видите, Five Nights at Freddy's. Здесь написано Night 6. Ночь 6. Эта серия называется Ночь 6. Вот такие вот странности я нашел на рыночке. На рыночке! На рыночке! Как говорится, сыночек, пойдем на рыночек. Говорит тебе мама, значит, будешь стоять на картоночке, тебе будут примерять джинсики, тебе говорят, очень красиво. Мой муж так ходил 28 лет, пока не сейчас. Вот, а джинсы остались, поэтому вот покупайте. Короче, вот такая вот история у нас с рыночка. Что там внутри, поэтому без понятия. Стоили они по 150 рублей. 150 рублей, значит, там должен быть контент. Понимаете, просто так-то мы не стали бы тут распаковывать это все. Итак, шар, сюрприз, какой же нас ждет и по какой-то части. Я тут вижу балун боя, я тут вижу вылупившего глаза. Вот я примерно с такими же глазами покупал эти шары. Мои шары были примерно такие же, я имею в виду глаза. И примерно вот так же я выглядел. Открываем. Давайте. Распакованька. Расслюневанька. Вот это вот, вот тут такой вот, Фредди такой сюрприз. Сюрприз. Я шар сюрприз. Похоже на шар сюрприз. Лол, по-моему, вот даже это лол сюрприз шар есть. О, нет, это покемон. Я просто не смотрел покемонов и не знаю. Если честно, они пришлись на время, когда я уже вырос и такие мульты не смотрел. То есть у меня ни ностальгии, ничего по ним нету. Я даже ни в одну игру, ни ничего. Хотя прикольные персы я пытался, но вот прям мимо меня прошло это все. Но это шар лол, переделанный под покемон. Покебол, покебол, покебол. Такебол? Таки что? Поки, 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 покебол. Мне, пожалуйста, два поке. Но не один покебол. У меня есть золотой покебол. Золотой. Может, это суперредкий. Но, судя по дыре в другом шаре... А, нет, слушайте, это непонятно. Мне кажется, они разного цвета. Мне кажется, там какой-то серый больше. А тут вообще золотой. Это суперредкий. Итак, открываем. Это что за покебол? Это что? Это что? Это что за покемон? Покемон, ты ожидаешь увидеть. Давайте название им. Сейчас я придумаю. О, да это же... Бонничу! Да, это, короче, злобный Пикачу, который играет на гитаре. Головастый. Ну, довольно прикольно. Кстати, такой фигурки. Это фигурки... Короче, есть официальные. Я помню, от Фанка не от Фанка. Брелки были такие оригинальные, официальные. И они одни из первых попали на этот Фреддис. То есть, это прямо эксклюзив, суперэксклюзив. Таких фигур я нигде не видел, чтобы их подделывали. Класс! Это прикольно. Не прикольно, как она воняет. Не прикольно. Как будто там сдох какой-то человек. Внутри этого аниматроника. В общем, это, ну, наверное, Бонни. Я не знаю, вы как всегда напишите, что это не Бонни. Это Шлепа Бонни. Это какой-нибудь той шмой и так далее. Я ничего не понимаю. Я плохие игрушки просто, которые завалили рынок. Просто я хочу, чтобы нормальное что-то появилось. Но если вам нравится Файмнайт от Фреддис и вы любите, обязательно поставьте лайк. Обязательно. Обязательно. Я пока борюсь с этими. Покупаю для роликов, чтобы... Потому что этого прямо много всякого разного. Потому что, видимо, это популярно у детей. А у меня всегда такой канал, что завалено на рынке, на рыночке, на рыночке, что валяется вот просто толпами, то и я беру, чтобы показать вам, чтобы мы в чём-то... Ну, это ужасно, согласитесь. Это, ну, воняет, это плохо. Ну, кстати, это не так уж ужасно. Ну, просто почему это Шарлот? Понимаете, что такую фигурку можно было бы продать вам за, там, 30 рублей. Ну, а они за 150. Это я ещё купил, наверное, недорого. Где-нибудь продают за 300. Вот, и... В общем... Продали за 300, обманули тракториста. Просто... Понятно. Открываем. Золотой, следующий золотой. Может, они все суперредкие? Или там все бонни? Так, ещё один золотой. Это что за Покефредди? Покетроник. Покетроник. О, какой-то новый. О, Чикуля. Ничего себе. Ну, они, посмотрите, они прямо даже постарались. Они из очень отвратительного материала сделаны. Вы увидите, насколько он грязный изначально. То есть, вот распаковал. А он уже, как будто, его засовывали в места, которые не надо засовывать. Ну, там, типа, в какую-нибудь лужу, да? Вот, не надо же ничего засовывать в лужу. Не надо. Если вы так делаете, остановитесь. Прекратите всё время что-нибудь засовывать в лужу. Прекратите. Лужи это не нравится. Это вот Чика, ну, такая забавная, головастая Чика. И это довольно смешно. Кто-то ещё там пойдёт, прям мне очень интересно. Я всю эту коллекцию не видел в оригинале. Так что, ждём. Вот такие вот. Да. Раздуло ей голову, конечно, чуть более чем неприятно, я бы так сказал. Это фанко-поп курильщик. Вот так вот. О, новый цвет. Может, всё-таки реально золотой был редкий. Слушайте. А вот это, да. Друзья мои, я ничего не помню. Я вам сказал, что у меня Яндекс.Дзен есть ещё канал. Там в описании ссылка на Яндекс.Дзен. И, пожалуйста, вот на него. Подпишите, потому что это для страховочки. Чтобы смотреть прикольные, весёлые ролики, которые вас забавляют про ваши любимые темы, угорать с игрушек разных можно будет бесконечно. Пока существует Яндекс.Дзен, допустим. Ну, или интернет. Ну, или как минимум, я не знаю что. Ну, для подстраховочки. Нужно будет. Полезно. Спасибо, скажу вам за это. Спасибо человеческое. Вот прямо сейчас, давайте на секунду. Прямо это займёт. Прямо 10 секунд, смотрите, считаю. Всё, подписались. В моей вселенной прошло 10 секунд. Ну, ладно, потом подпишите. Короче, у нас тут голубой. Голубой. Хочу поиграть с тобой, как сказал кто-то. И поиграл. А я тут открываю шар. Это что за пакетроник? О, это Фредди. Ничего себе. В голубом шаре. Шаре. Шарики. Фредди. Его жизнь, конечно, не полюбила. Вот его... Такое впечатление он фейспалм сделал себе рукой вот этой грязной. Почему-то она у него здесь. Вот. Удивительно, что они глаза покрасили. Вообще, для меня это просто шок-контент. В целом, из фигурки немножко перекрасить, то это будут хорошие фигурки. Аналог дорогих довольно брелков. Если вы их найдёте только ещё дешевле, чем за 150 рублей, я бы рекомендовал. Но для любителей Войны и Фреддис неплохая. Коллекция у меня собирается. Смотрите, как мне уже везёт. Три разных фигурки. Это класс. Это благодаря вашим лайкам. Будет ещё лайков больше, ещё будут попадаться неповторки. Так. Ну что же, нашим деткам, приветкам, котлеткам пытаются втюхать в качестве таких вот игрушек по Пайна Тед Фреддис. Давайте узнаем здесь. Отчего же мы их попробуем уберечь или наоборот. Почему пытаемся их привлечь, если это хорошая игрушка. Может быть, там будет что-то суперинтересное. Кто же ещё в коллекции? Только не повторка, только не повторка, только не повторка, только не повторка, только не повторка. Я чуть не понял. Ты лайк не поставил сейчас вот, да? У тебя последний шанс. Ты в курсе? Я просто не очень... Вот я к тебе обращаюсь. Ты смотришь экран. Вот так вот. Посмотри, Фредди. Этот безумный Фредди. У него ещё какая-то фигня на ноге. Непонятная. Безумный Фредди. Это я, когда читаю новости каждый день. Так. Откладываем. И последний шар. Будет ли у нас ещё в коллекции Файнайтед Фреддис распаковка по вашей любимой теме, будет зависеть от вас. Так работают, к сожалению, темы. Напоминаешь про лайки? Ставят лайки. Не напоминаешь? Забываешь. Проверено годами. У меня уже почти десятилетие. Поэтому, знаете ли, лайк, попрошайка со стажем. Так. Розовый. Новый цвет. Я как-то проигнорировал этот... Оть. А, кстати, погодите-ка. Погодите-ка. Ну-ка. Хобана. Ну, почти. Они почти угадали. Хобана. Смотрите, можно впихнуть. Я, правда, не понимаю, зачем. Ну, для чего. И чтобы что это? Чтобы мозг сломался. Короче, это коллабы века. Это Файнайтед Фреддис. В виде забавных милашек на лол-шаре в виде покебола. Мой мозг никогда не будет прежним. Возможно, от токсичности этого пластика. И это... Ну, чик. А, нет, это новая чика. Я думал, повторка. Вау. Когда радуешься к мусору китайскому, найденному в шаре. Да. Такая жизнь у меня. Так, это у нас чика с кексиком. Вот такая веселая, но при этом жуткая. Короче, вот такая вот у нас коллекция. Коллекция. Смотрите, какая коллекция у меня фигурок из этой серии. Слушайте, ну, по-моему, приколдес. Да, увидите. В принципе, если вы как бы рукастый, не боитесь отравиться парами и всякими там веществами, которые выделяют эти, значит, вонючие троники, то можно в целом и взять. Вот, то такой вот интересный контент, такое вот замещение. Потому что оригиналов-то вы сейчас не возьмете. Если возьмете, то у вас много денег. Почему они еще у вас? Дайте мне. На этом все. Пока-пока. Дайте пока мне лайк. Если у вас нет денег много, то дайте много лайков или хотя бы сколько-то под этим видео. Поможем, поддерживаем этот канал. Ух, и подпишитесь там на все внизу. Очень все интересное, невероятно. Телеграма так вообще. Телеграма просто суперский у меня канал. Очень интересный. Прям, ух, сам бы смотрел его. И смотрю его бесконечно. И вы тоже сделайте это. Потому что, ну, прям, это просто бомба какая-то. Серьезно. Я серьезно. Я серьезно. Пока. Отдельная благодарность за особую подписку на Boosty клубню по имени Богдан. Продолжение следует.